здравствуйте дорогие друзья 1 июля нас предстоят предстоит голосование по поправкам в конституцию я бы хотел выразить свое мнение ну во первых дорогие друзья я считаю то что голосуя неоднократно голосуя за президента нашей страны мы голосовали за того человека который неоднократно да даже многократно высказывался за то что никаких изменений по праву конституции он не планирует и не будет но она на сегодня у нас получается другая ситуация из-за этого дорогие друзья я призываю вас идти идти голосовать против голосуя против мы показываем то что у нас в стране есть гражданское общество мы голосуем за это гражданское общество голосуя против поправок мы голосуем за выражение своего мнения и голосуя против поправок мы голосуем за другую достойную жизнь когда конституция реально действует а власть в этом случае только в этом случае никогда не посмеет оставить переставить эксперименты над людьми а ревизия ее норм продиктованная политической конъюнктурой прямой путь к кризису власти и к расшатыванию органов власти опасным государственным конфликтам в этой связи хотел бы еще раз подчеркнуть вопрос о поправках ведущих принципиально новой конституции в нашей стране на повестке дня не стоит даже в самые трудные кризисные времена мы знаем об этих временах власть не поддалась тогда соблазну поправить институцию под себя в конечном итоге прошло на пользу и власти и государства позвольте предложить тост за конституцию россии за достаток и счастья граждан нашей страны ресурсы конституции далеко не исчерпаны и об этом должны хорошо помнить те кто пытается спекулировать на теме возможных поправок к основному закону уже сейчас могу сказать я против того чтобы кто бы то ни был и какими бы соображениями благими он не руководствовался нарушал конституцию нашей страны мы никому не позволим нарушать дни конституцию российской я сам ее не нарушаю и не позволю никому это делать все будут действовать только в рамках закона очень бы хотелось надеяться что наш наш основной закон конституции будет актуальным не только на момент принятия не только через 20 лет но и на более длительную перспективу при этом жизнь не стоит на месте и конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно завершенный мертвый точечные коррективы других глав основного закона идущие от правоприменительной практики от самой жизни конечно возможно а порой и необходимы я никогда не менял конституции не делал это тем более под себя и у меня нет таких планов и на сегодняшний день вместе с тем высказывания на тему изменения конституции уже прозвучали и полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию внести вынести на обсуждение ряд конституционных поправок которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития россии как правового социального государства в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан достоинства человека его благополучия деятельность